Венецию Мы прилетели 17 апреля И поселились в AirBnB Квартира вот с таким двориком Такая вот там росла вистерия Шикарная Красивый очень колодец Вот Влад рядом с колодцем Шикарный дворик Сама квартирка такая стандартная Но дворик очень шикарный И вот мы пошли прогуляться по Венеции У всех Венеция ассоциируется С невероятной красотой Но чуть отойдешь немного От главного канала И вот уже такая разруха Впрочем большая часть города Все таки красивая Идешь по площадям Смотришь на здания Смотришь на памятники Архитектура красивая Нет красиво Мы зашли в первую попавшуюся церковь И там нам предложили купить Билет на вход во все церкви То есть не во все Они сказали 13 что ли церквей Вы можете посетить Вот вам карта где эти церкви Сходите посетите Короче мы по этому билету Только две еще церкви посетили И все Ну там по 15 евриков Кажется был билет Не страшно в общем-то Вот тут могилы Каких-то Каких-то знаменитостей Да церкви в Италии Очень богатые Все отделано натуральным камнем Золотом Мы спросили Будет ли какой-нибудь концерт Органной музыки Но они сказали Да нет у нас концерты Здесь не проходят Ну и прихожан тоже нет Никто не молится Никто не верит в Бога Вот такая роскошь Из камня Из натурального Из мрамора Отделка Разных Углов церкви Стекла В окнах вставлены Венецианские Но то она и Венеция Что на стекла Были венецианские Всякие Картины Статуи Святая Елена 1509 год Кстати Да 500 лет назад Это все делали Это все делали Вот посмотрите Братцы Как люди жили 500 лет назад Орган Орган Это то что я в каждой церкви фотографирую Обязательно орган Они все красивые Такие все разные Да жалко что не удалось попасть На концерт органной музыки На этот раз Вот какая люстра Шикарнейшая Так Здесь еще Какая-то могила Чей-то герб Вот Так Зайдет Один-два Туриста Павлажируют И идут дальше Больше никого нет Больше никого нет Так Так мы и не прокатились на гондоле Да я и не хотела Ох Какой лев Мне больше нравится Ходить пешочком Фотографировать Таких львов Такие мостики Вот Такие каналы Чем На гондоле ехать Да еще тебя Какой-нибудь катер собьет Купили мы Итальянских макарон Я выбрала Самые яркие Хотя уже заранее Я знала Что на вкус Они не самые Будут вкусные Но так и получилось Вот А вот Квартирка В которой Мы живем Из окна Видно Черепичные крыши Вот там кот Сидит на крыше Вот Сидит на крыше Вот Ну тоже экзотика Конечно Жить в квартирке Из которой Видно Вот такие вот крыши И таких котов Мы всегда стараемся Снимать квартиры С кухней Особенно в городах Которые рядом с морем Чтобы покупать морепродукты И готовить их самим Дома Я даже специи Беру Свои любимые С собой И вот Мы пошли Посмотреть Где здесь Продается рыба Там был Крошечный Рыбный Базарчик Но нас оттуда Правда Погнали Потом Говорят Что фотографируете Так Рыбный рынок Сейчас мы будем покупать Камбалу Вот она Камбала Тут еще Всякие другие рыбки Тут Крабики Она сейчас Купит Она сейчас Водит Водит Или Водит Крунтач Да они все удовольны Что ты снимаешь Да Ну я же хочу Красиво Ну Камбала Оказалась Очень вкусная Тем не менее А вот Влад Входит В наш Дворик А внутри двора Там вот такие Старинные Престаринные Какие-то Стоят Скамейки Герб Висит Такой На стене Старинный Вот какая резьба На креслах Да Просто Просто все Дышит Стариной И красотой К тому же Вот тут Такой чувак Ну еще Раз я показываю Колонец Который На дворе Вистерию Вот Дальше Мы пошли Увидели Такие стены Как в Кремле И там Был Не поверите Там Был Была Выставка Картин Из Узбекистана То есть Первый музей В который Мы Зашли Был Именно Музеем В котором Выставлялись Работы Узбекских Мастеров Причем Начало Столетней Давности Можно сказать Начало 20 века Ну Я сфотографировала Эти работы Некоторые из них Но не знаю В этот фильм Я их вставлю В конце И так Фильм будет Почти час Вот кошки 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 Люблю я кошек Вот Витрины Магазинов Ну может И вставлю Экспонаты Ну картины Из Узбекской Выставки Один лев Без головы Другой Держит Чью-то голову Вот Это мы Зашли Еще в одну Церковь Еще один Арган Красивый Там Картины Вот такие Вот такие Вот такие Религиозные Сцены Написаны На картинах И все Это В залах С колоннами Из натурального Мрамора Красивые Сюжеты Одежды Красивые На людях На богатых Людях Красивая Одежда На бедных Рванье Вот Как всегда В жизни Вот в этом здании Был этот музейчик По этому зданию Пошли трещины Ему наверное Уже 500 лет А трещина Здесь Не из-за Землетрясения А из-за того Что почва Проседает Какая тут почва Если на море Стоит Весь город Cin « ahorата» Знают Маги Мне Вселенный Т – Где Маги Маги Продолжение следует... 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 очень красивые вот мост тут фигурки разные сувениры инкрустированные венецианским стеклом но я себе купила вот такой сувенир я собираю кошек и вот такую кошечку я себе купила вот с этого места самое шикарное здание это вот это вот белое там автобус речной речной автобус там вот много тоже красивых зданий и купол вон тот тоже мне нравится красивенький но гондол нету почему-то все моторные лодки больше а вот в этом красивом здании рыбный рынок но там сейчас уже все продавцы ушли они до часу продают рыбу на одной из площадей стоял ресторан и находился ресторан и они выставили столы и стулья и на каждом столе стояла венецианское стекло то есть люди которые кушают в этом ресторане будут пить напитки из вот таких красивых стаканов на дверь и вот такая вставка вот эта стучалка тоже понравилась идешь и фотографируешь везде такая красотища все можно подряд фотографировать вот красивая решетка на окне на новом году вот Похоже, что вот этот передний собор отделали когда-то, а которая задняя часть не хватила денег, вот так, кирпичная. А мне кажется, не хватило денег. Это многие у которых безобразие. Это из окна квартиры, которую мы снимаем. Вот такой типично итальянский вид. В Венеции, правда, редко увидишь, что белье сушится на веревках на улице. В других городах, в Японии, очень много. Но и здесь мы увидели. Вот магазин с разными стучалками и краниками. Всё это очень милое, но куда это всё девать? У меня дома нет места для всех этих сувениров. Так, а здесь мы зашли в какой-то музей, во дворе такая голова стояла. Но на мой вкус это безобразие. Может, кому-то и нравится, не знаю. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . 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 Тициан. 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 Еще. Тициан. 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 Тициань. Еще красота, короче говоря. где мы и фотографировали все. Там труба красивая мелькнула. Ой, трубы такие красивейшие в Венеции. Прямо мы когда свой дом строили, я архитектору говорю, ну сделайте красивую трубу. Он такую позорную сделал. Да еще и строители напортачили. Построили фундамент для трубы, сдвинули его на целый метр почти. То есть они думали, что... Почему-то они думали, что архитектор обозначил расстояние до начала трубы, а не до середины трубы. Потом переделывали, потом, короче, строитель говорит, нет, не получится такая труба, как архитектор вам сделал. Вот давайте вот покороче, попроще сделаем. Ну что же, пришлось согласиться. Но вообще я бы всех американских архитекторов в обязательном порядке посылала в Европу. Ну, на практику там, не знаю, чтобы они посмотрели, посмотрели, как надо на самом деле строить. А здесь даже самые старые и облупившиеся здания, все равно очень красивые. Арочки, двери, окна. Все очень красивое. И старый кирпич тоже выглядит шикарно. Так, тут у меня еще остались кадры с венецианским стеклом, которые не вошли в основной мой фильм про венецианское стекло. Ну, посмотрите, вот то, что еще осталось. А, коты. Ох, какие коты, в каких одеждах. Ну, красота, красота, красавцы и красавицы. Вот какие коты. Мне, правда, сказали, нельзя фотографировать, авторские права. Но ничего, я же не продаю это все. Пусть любуются люди. Так, мы живем вот в том дворике в соседнем. Мы идем по Италии, по Венеции. Вот здесь церковь эта с трещиной, которая скоро рухнет, наверное. И этой церкви... В каком, ты говоришь, 1100 каком-то году она, да? Ну, 15-го века. 15-го. Ну, она была построена в 1100 каком-то году, а потом достроена. Реконструкция. Ну, ладно. Да, вот здесь вот мы живем. Тут рядом ресторанчик, в который мы ни разу не ходили. Народ кушает. Народ тут везде кушает. И мы пойдем домой сейчас кушать. Так, это мы зашли в какой-то музей. Тут была выставка африканского искусства. Вот разные изделия, из тыков, из прочих материалов. Очень красивая расцветка, все очень интересное. Вот эти экспонаты интересные. Окно. Венецианское стекло, кстати. Вот такая картина. Две картины на стене. А сам зал, конечно, венецианский, итальянский стиль. Вот мне понравились из глины всякие головы и всякие фигурки. Я начала фотографировать тут все. Как это все интересно. Африкан, африканское искусство, африканская керамика. Петух, тут какой-то крокодил, или кто это такой? Саламандра. Тут лев. Ну, тут еще аутентичные африканские скульптурки всякие и посуда, и все такое. Вообще, в Венеции молодцы. Они из разных стран делают выставки. В одном городе можно посмотреть искусство со всего мира. Оригинальная инсталляция из венецианского стекла. Фонтанчик такой. Африканская керамика. Да, без солнца уже не тонко. С утра там было красиво. О, в Венеции. В Венеции. О, вот это красиво, смотри. Вот это самое красивое. Субтитры сделал DimaTorzok Квартира, которую мы снимаем в Венеции, довольно стандартная. Но вот что меня поразило, это сауна. Здесь вот за такими дверьми стеклянными. Есть такая комната с сидениями. Все покрыто плиткой. Красивой очень. Серо-белой. И самый восторг, самый большой, это вот этот душ на потолке. Душ, просто восторг. С него так льется, как будто дождь на тебя льется. Вот. И эту сауну можно включать, можно здесь сидеть, париться и все такое. Вот. И даже есть цветотерапия, так называемая. То есть, там можно включить подсветку красную, зеленую. Как-то она включается. Там показывала, я уже не помню. Вот. Ну, то есть, сидишь и вокруг тебя красный цвет, зеленый. Цветотерапия. Или светотерапия. Вот. Очень мне понравилась эта концепция. За два часа до отъезда из Венеции мы решили погулять еще и вышли на такую площадь близко к нашему дому, где мы снимали. Здесь я бы назвала Дворцовая площадь, потому что очень, очень красивые здесь дворцы. Вот какая здесь красота неописуемая. Старина и красота. Красота и старина. Так, вот в первый дворец заходим. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь стоит бюст Игоря Стравинского. Такой необычно синего цвета. 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 Такая роскошь. Роскошь. Такой необычно синего цвета. 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 Продолжение следует... Да, просто потрясающая резьба по дереву в этом зале. А ручки-то дверные, посмотрите, какие прелесть. Вот я все тут засняла. Полы шикарные тоже были, мозаичные, инкрустированные. Это все натуральный камень. Какие-то мастера вырезали все это. Подгоняли друг к другу, чтобы не было щелей. Точностью до полмиллиметра. Картины тоже на стенах шикарные. Не, ну просто шикарнейший дворец. Кто здесь жил, интересно. Смотри, наверное, какие-то жили короли. На третьем этаже этого дворца была вот такая вот комната. Там экспонировались разные изделия из серебра и золота. Вот такие вот декоративные книги о роскошном переплете. А вот это написано 1523 год. Изготовлено было. Роскошь, роскошь и роскошь. Золото, серебро. Шикарный дизайн. Кто же это все придумал? Какие-то художники, какие-то скульпторы. А вот это, кстати, фрагмент. Картина написана Тицианом. Избиение младенцев. Подбой колоколов. И вот настал наш последний час в Венеции. Последние снимки. Маски. Колодцы, башни. Вся красота. Продолжение следует... И, как я уже обещала, в конце фильма я покажу выставку художников-авангардистов, живших в Узбекистане сто лет назад примерно. Вот, на удивление, это была самая первая выставка, которую мы посетили в Венеции. В бесперстантном звучном эхе верблюды вызывают апрельскую мечту, и во мне мучительное воспоминание цветка, подобного огню на песке. А. Волков. Николай Карачан. Стройка. Николай Карачан. Строительство работы. 1934 год. Михаил Курзин. Красная Чайхана. 1929 год. Елена Каравай. Женщины Бухары. Утро. 1931 год. Игорь Савицкий. Купола Хилы. Игорь Савицкий. Раскопки. Калала Гир. 1952 год. Александр Волков. Караван верблюдов. 1917 год. Тут еще крутился фильм про узбекское искусство. Много в нем показывали картин разных, но я все не могу показать. Николай Карачан. Регистан. 1929 год. Виктор Юфимцев. К поезду. 1929 год. Василий Лысенко. Композиция с тремя фигурами. Вот на стене висит типичный узбекский ковер. Вышитый. Кстати, всем советую очень съездить в Узбекистан. Мы там были, мы были потрясены. И вот эта вот вышивка. Очень большой труд, конечно, это все. Аганес Татьевасян. Малярия. 1919 год. Эта картина впечатлила меня больше всех. Вот эта вот страшная жара. Человек, умирающий от малярии. Это просто жуть. Жуть. Ну, там было много экспонатов на этой выставке. Я все не могу показать. А это элемент интерьера здания, в котором была, собственно, эта выставка. Такая вот труба каминная и потолок резной. Вот такая Венеция. Обязательно побывайте там, у кого есть возможность. Воскресенье ОХОХОХОХОХОХОХОХОТ